И еще о законодательных нововведениях июля. Они коснутся законов, затрагивающих различные сферы жизни общества. Например, физические лица теперь могут получать от налоговиков документы в электронном виде через госуслуги. Старыховым компаниям разрешат осматривать поврежденные имущества удаленно, по фото или видео. А также вводится акциз на сладкие газированные напитки. Подробнее об этом и не только расскажет наш корреспондент. Особый интерес в обществе вызвала тема введения акциза на сладкие напитки и газировку. Отныне напитки, которые изготовлены на основе питьевой или минеральной воды с добавлением сахара, содержащие от 5 граммов углеводов на 100 мл напитка и не превышающие объемы долю этилового спирта больше, чем на 1,2%, попадают под акциз. А производители и импортеры газировки будут обязаны платить по 7 рублей за каждый литр продукции. Мы решили узнать, как на это нововведение отреагировали тверичане. Как вы считаете, это правильное нововведение или нет? Ну, конечно же, нет. Почему? И так все дорожает в стране, еще на детей будем унижать. Ну, у нас все вредно, в принципе. Бургеры вредно, напитки вредны. Не знаю, но уж отнимать у детей последнее, это тоже вредно. Не знаю даже, я не пью честные газировки, не пью. А на квас вроде бы не вводят, как я слышал. Ну, пусть наш напиток вот русский останется без акциза. Остальное нас вообще не интересует. Я не употребляю газированные напитки, поэтому новый закон никак меня не коснется и моей жизни. Все зависит от того, какую продукцию употребляет каждый конкретный человек. Они должны стоить так же, как стоят сейчас. До 110 рублей, так же, как они стоят сейчас. Потому что дороже они идут, это уже плохо. Это вообще трэш. А я не пью газированные напитки. Мне все равно, как они стоят. Но люди сами должны решать, пить или не пить. Пить или не пить, вот в чем вопрос. Как мы видим, мнения расходятся. И пока не все пришли к мысли о том, что газированные напитки вредны для здоровья. Ведь красочная упаковка такой продукции и яркий вкус не просто привлекают внимание, а вызывают зависимость. По мнению специалистов-медиков, чрезмерное потребление лимонадов и энергетиков может привести к очень серьезным проблемам со здоровьем. Сахар, содержащие газированные напитки, несут больше вреда, чем пользу. Отрицательное действие этих напитков, прежде всего, заключается в избыточном содержании сахара, который влияет на развитие метаболического синдрома, а именно ожирение, сахарного диабета, нарушение микрофлоры кишечника. За счет вкусовых усилителей в этих напитках идет прямое раздражающее действие на слизистые желудочно-кишечного тракта. Это может приводить к развитию гастритов, язвенного поражения желудка и 12-перстной кишки. И все-таки любители разнообразных напитков не останутся без вкусной питьевой продукции по стандартным ценам. Ведь под акциз не попадают традиционные русские напитки. Такие как квас, кисель, морс, соки и нектары, а также молочная продукция. Депутат Тверской городской думы Дмитрий Ренчаев также считает, что этот набор напитков куда полезнее, чем газировки. Прежде чем употреблять газированную воду, я, как, наверное, многие другие люди, которые хоть чуть-чуть задумываются о своем здоровье и о последствиях употребления тех или иных напитков, мы начинаем читать состав. Я пытаюсь понять, что здесь вообще является пищевым продуктом. Я уже не говоря о том, что полезно для здоровья. Люди должны знать действительно о том, что содержится в этих напитках, какую они несут угрозу для здоровья, а многие диетологи неспроста бьют тревогу. И после этого, осведомлено, значит, вооружен, уже самостоятельно делать вывод. Впрочем, по существующей статистике, больше половины населения России, по данным начала 2022 года, придерживаются здорового образа жизни. А значит и новый закон граждане смогут принять с пониманием. Помни о том, что ужесточения в области здравоохранения созданы в первую очередь для сохранения общественного здоровья.